Сразу же слова Салах Межиев. Так, кстати говоря, про поводу Салах Межиева. Как вы помните, мы с вами два эфира назад, по-моему, говорили, что есть слух о том, что его наказали. И так и подтвердился, по-моему, этот слух, потому что Салах Межиев пропал на какое-то время и потом внезапно появился в Украине. И, ну, такая информация ходит, что его наказали поездкой в Украину. А вообще попал этот муфтий Катыровской Чечни и Сея Руси, попал под санкции из-за того, что, ну, это опять-таки так, информация неподтвержденная пока, якобы из-за того, что где-то в каких-то узких кругах, то есть где-то за чашечкой чая, возможно, там, или, может, в телефонном разговоре, в общем, где-то, не публично. Он заявил, что все то, что я говорю там про Украину, что это священная война, это как бы неправда за 300 тысяч, типа, ехать в Украину, это не священная война. Я вынужден так говорить, но на самом деле это, типа, не священная война. И, в общем, этот разговор, естественно, как-то донесли куда надо. И там, где надо, очень сильно разозлились, что муфтий, значит, не искренен, у него убеждения оказываются другие. И, в общем, за это его говорят, наказали, сначала сделали массаж, может быть, электрофорез, куда-то, говорят, его изолировали. А потом в качестве наказания, типа, давай, значит, исправляй теперь, замаливай свои грехи, его отправили в Украину. А то, что отправили в Украину, это факт, он уже есть фотографии, там, ролики вместе с ним, как кадыровские одноразовые, там, с ним фотографируются всячески. Он с ним вместе позирует, обнимается. В общем, ну что, муфтий отрабатывает теперь. Сам же говорил, что там священная война. Ну, правильно. По-моему, мы с ним поступили очень даже правильно. Томсош, что ты знаешь про киргизов? Я знаю, что киргизы очень достойный народ, который не... Хвала Аллаху, у него есть такая возможность с собой, не дает над собой издеваться. В легкую очень меняет власть, которую сам же для себя выбирает. Правда, пока это все, ну, неудачно происходит. Ну, то есть, замена, к сожалению, не приводит каких-то более лучших людей. Но то, что киргизы не дают с собой играть, это очень волшебляет. И это то, что мне очень нравится. Вообще, один раз был в Кыргызстане, был в Бишкеке. В общем, мало, конечно, не могу там историю Кыргызстана и киргизов вам рассказать. Но в общих чертах я в курсе. Томсош, спустя два с половиной месяца, когда в очередной раз рассказывают по ящику, как идет защита Донбасса, так и хочется крикнуть позорники никчемные, забудьте эту тему, лучше просто молчите, не позорьтесь. Восемь лет эту тему раскручивали, готовили, как можно теперь ее просто забыть. Не получится, теперь придется о ней говорить. Это как мантра теперь, она, да, она уже, никто в нее не верит, она вообще какая-то нереальная. Но придется все равно придерживаться этой линии партии. Это как, знаете, война в Афганистане, она ведь тоже войной никогда не называлась. Хотя, в принципе, Россия никогда не называла свои войны войнами. Она всегда давала какое-то иное название. Так вот, в Афганистане это была миротворческая операция по чему-то, чему-то, чему-то там, как обычно. И вот уже все знали, что какая-то немиротворческая операция, что это война, там, гибнут солдаты советские. Но, тем не менее, они сидели и рассказывали эту мантру. В общем, тут то же самое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok